Незабываемая неделя, которую дарит Минский международный рождественский оперный форум. Конечно же, мир красоты, драматических сюжетов, сильных голосов. И погружаемся мы также в эфире Белорусского радио вместе с нашими гостями. Именно наш Большой театр дает возможность белорусскому зрителю с помощью музыки, талантливых исполнителей переместиться в различные уголки мира, ну и услышать самые главные шедевры, а также новинки в мире музыки. И мы рады сегодня поприветствовать каждого из вас в нашей гостеприимной студии, четвертой студии, знаменитой на Красной 4. Это первый национальный канал Белорусского радио. И мы с удовольствием, вы с нами познакомитесь, Павел Лазовик. Татьяна Гулейко. И будем знакомиться с вами. Очень приятно приветствовать на гостеприимной белорусской земле Валерий Кирьянов, главный дирижер театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Добрый день. Добрый день. Наш давний друг Большого театра, заслуженный артист Азербайджана, Юб Кулиев. Добрый день. Здравствуйте. Иван Гынгазов, тенор, солист Московского музыкального театра «Геликон-опера». Ну и подсказали нам, что вы выходец с Белоруссии. Мы нашли все ваши корни. Да, нашли все. Приветствуем земляка. Здравствуйте. Здравствуйте. Солисты Большого театра Дмитрий Шабетев. Добрый день. И несравненная Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, лауреат государственной премии Республики Беларусь. Очень приятно вас видеть. Добрый день. Выступление представителей каких стран мы увидим в этом году на нашем форуме. Также поговорим о белорусских постановках с участием приглашенных солистов. Кто же преодолел эти тысячи километров, чтобы встретиться с гостеприимной белорусской публикой. Каких звезд мировой величины встречает Минск. Ну и учитывая, что мы в канун Рождества, Нового года, поговорим также, какие итоги можно подвести, чем запомнится 2022 для каждого из вас. Ну и все-таки, наверное, искусство, о котором мы сегодня будем говорить, культура, это есть тот мост дружбы между странами, между народами. Когда разные города, разные страны встречаются вместе и говорят на одном понятном языке, языке музыки. Язык музыки, язык культуры. И очень примечательно, что в 12-й раз у нас проходит Минский международный рождественский оперный форум. И, конечно, Павел, предлагаем поговорить непосредственно про форум. Ну давайте для гостей наших. Для вас, наверное, особенно приятно находиться в Беларуси. Как впечатление и насколько приятно участвовать в таком знаковом, уже в 12-м по счету мероприятии? Ну вы меня воспринимаете как гость, а я себя не чувствую здесь как гость. Потому что я здесь почти каждый год, здесь мои друзья, мои коллеги, с которыми работать, это огромное удовольствие. И дело в том, что мы или с ними встречаемся здесь, в Минске, или на форуме, или бывают какие-то такие рядовые спектакли. И для меня каждая встреча с ними – это большой праздник. Или мы встречаемся в Баку, где я работаю главным дирижером в Бакинском оперном театре. И вот всегда мы чувствуем особую такую вот ауру. Когда приезжают мои коллеги вот из Минска, вот буквально две недели там назад, Димя Шибетя пел у нас в Кармен, имел огромный успех. Настя Москвина, которая пела у нас в Баку неоднократно. Замечательные солисты. Я даже иногда думаю, что есть какой-то солист, который еще не имел возможности приехать в Баку. Да, есть. Но мы обязательно исправим, вот я вам обещаю. Но вот на самом деле там действительно потрясающий коллектив. Я даже помню этот незабываемый концерт год тому назад, как раз в рамках форума предыдущего, когда мы с Катей Семенчук здесь давали концерт. И мой замечательный друг Магирам Гусейнов, который тоже принимает участие на этом форуме, кстати. Огромная ответственность, огромное удовольствие находиться здесь. И спасибо руководству театра за приглашение. У нас Турандот, значит, 14 декабря. Мы только что завершили нашу репетицию. Чувства переполняют меня, потому что и музыка бесподобная, и оркестры, которые я очень люблю. Я даже не помню, я сколько раз здесь ездил. Я помню Кармен, я помню Аиду, помню Травиату. Я даже ставил здесь балет, я помню, Любовь, Смерть. Я помню концерты. И это здорово, что я не помню число. Это здорово, на самом деле. Так что для меня это огромный радость, тем более перед праздником. Для нас это большой праздник. Находиться здесь, в Минске, работать, сотрудничать с такими талантливыми людьми. Спасибо за теплые слова. Ну, стартуем мы с Евгения Онегина в постановке «Геликон-опера» Московского музыкального театра. Ну, вас тоже можно назвать, наверное, хорошим другом Большого театра Беларуси? Ну, вот отличие от коллеги моего Юба, который здесь очень часто бывал, чувствует себя как дома. Я впервые в Минске, но чувствую себя уже как дома. То есть, вот это отношение, замечательные люди, и в театре коллектив потрясающий, вот с кем удалось познакомиться. Все замечательно. И, конечно, вот вы сказали про Ваню Гангазова, земляк. Я в какой-то мере, в принципе, тоже частично, практически, потому что я родился в Смоленске. Это, ну, совершенно рядом граничная область. И родственники, они пусть и дальние, но они живут в горках. Это территория Беларуси уже. То есть, я полуземляк, можно сказать. Поэтому я с удовольствием вот приехал, когда узнал, что предстоит такая возможность участвовать в этом форуме замечательном. И большая честь, конечно, открыть его замечательным нашим спектаклем Евгения Онегина. Давайте поговорим о нем. Ведь критики уже пишут, да, что это будет воссоздание эталонного спектакля Великого Станиславского 1922 года. Какая интерпретация ждет в беларусском? Да, значит, ситуация следующая. Как мы знаем, в 1922 году силами своей оперной студии Константин Сергеевич приступил к работе, к постановке этого спектакля. И так получилось. Ну, время-то было непростое. 1922 год. И вообще экономически. Ну, непростое время. И его там выселили из его особняка. И вот дали возможность переехать в Леонтьевский переулок, это особняк. И туда же переехала эта оперная студия. Вот. И так получилось, что он, когда увидел... Это сама судьба была. Он, когда увидел этот зал, один из залов, и там был такой с четырьмя колоннами портик и четыре колонны. И он сразу сказал, о, это будет декорация к Евгению Аннигину. Прям вот тебе готовые декорации. И, конечно, если мы говорим о Станиславском, та эволюция его системы режиссерской, те мысли, которые... те принципы, которые он вырабатывал всю жизнь, они менялись, они шли, они подвергались большой разработке. И в этой постановке, я могу сказать... Понимаете, она, эта постановка 1922 года, по сути, некий такой стартовая точка отсчета, эталон для всей режиссерской школы, которая вот дальше, после этого начала свое развитие. Я думаю, это для многих режиссеров. И ситуация в том, что Дмитрий Александрович очень трепетно относился к этому спектаклю, который 80 лет шел в театре Станиславского и Немировича Даченко. Но потом произошло событие, как мы знаем, его сняли с репертуара, и там много было копий сломано, и за, и против, и труппа, и критики высказывались, оказывались, и все. Но, тем не менее, это произошло. Ну, и как я думаю, что Дмитрий Александрович, который, я не знаю, мне кажется, сотни раз его видел в течение разного времени, и очень любил этот спектакль, и он не мог позволить, чтобы этот эталон перестал существовать. И в какой-то момент, вы понимаете, у нас тоже своя история была вот с реконструкцией нашего здания, где изначально театр был основан, где мы играли на Большой Никитской, потом временно мы переехали на Арбат, там совершенно были ужасающие условия. Вот. И была большая битва за этот зал, за реконструкцию, и вот благодаря усилиям многих людей, в том числе и руководства города Москвы, все-таки это произошло, и мы переехали в новое здание, и, соответственно, у нас появилась возможность восстановить этот спектакль. Я думаю, что Дмитрий Александрович об этом думал все время, что рано или поздно этот спектакль будет восстановлен. А у нас появилась возможность это смотреться. Да, и вот, я заканчиваю, то я долго уже об этом говорю. И этот спектакль очень важный, он поворотный, и там, понимаете, там, например, если с режиссерской точки зрения говорить, вот в нем, например, Станислав, то есть как происходит движение внутри разработки образа. И там много примеров даже есть. Например, сцена в комнате Татьяны, потому что у него по задумке это она, ее мизансена в кровати, то есть всю сцену она пела в кровати. И там уже нет крупных жестов на большую сцену, то есть там все происходило развитие от того, что она лежала, потом облокачивалась на локти, потом привставала, потом садилась. И вот это вот изменение этой динамики, то есть уже другие выразительные средства, это один из важных моментов для режиссура, мне кажется. Вообще, Евгений Онегин по-новому произведение само будет, наверное, воспринято, когда увидишь его на сцене здесь у нас в рамках оперного театра. У меня вопрос просто, смотрите, что-то воссоздается, мы возвращаем на сцену благодаря такой работе. Новое появляется, есть шедевры, которые из года в год неумеручие, как говорят по-белорусски, а можно ли говорить, глядя, вот 12-й год проходит рождественский форум, вот как формируется сегодня повестка, что зрителю нравится, как он реагирует на постановки, что включается в репертуар. То, что было раньше, да, и многие годы, либо что-то новое. Какие-то тенденции можно проследить сегодня вообще в сфере исполнительного, да, искусства, культуры. Ну, вот да, каждый по чуть-чуть. Ну, я бы хотела сказать, что большое счастье, что несмотря на все события, которые происходят, мы все-таки продолжаем эту традицию. 12-й раз проходит международный оперный форум на сцене Большого театра и одна из главных традиций это приглашение коллективов других театров и участие солистов из различных стран в рамках Минского Международного Рождественского оперного форума. И в этом году к нам приехал замечательный театр Геликонопера со спектаклем Евгений Онегин. К нам приезжает Астанаопера с удивительной оперой «Шелковая лестница», которую мы никогда не видели и не слышали, поэтому, я думаю, зрителю это будет очень интересно. То есть два полноценных коллектива к нам приезжают, два спектакля гостевых и в рамках наших спектаклей, которые будут идти, это Турандот-опера, очень яркая, потрясающая опера, приглашенные солисты Иван Генгазов в партии Калафа у нас выступает в этой опере и у нас дебют Анастасия Малевич, наша солистка молодая, будет исполнять партию Турандот, одну из сложнейших партий сопранового репертуара и уважаемый Юб будет за дирижерским пультом, то есть такой международный белорусско-азербайджанско-российский состав. Коллаборация, можно сказать. Все происходит в Китае в детстве. В общем, можно сказать, и китайцы тоже у нас будут на сцене. Но и... Но сам Коллаб, по-моему, татарин. Вот, и татарин. И Коллаб татарин. Поэтому... На сцене нашего театра возможно все, то есть мы объединяем. Опера объединяет в данном случае. И у нас замечательный спектакль «Любовный напиток» в постановке главного режиссера Анны Моторной, который... Так полюбился уже всем. Да, который у нас был летом, премьера, и в этом году у нас приезжает солист Мариинского театра Магирам Гусейнов, будет участвовать в форумном показе этого спектакля, поэтому тоже белорусско-азербайджанско-российский вариант будет. И галоконцерт, заключительный галоконцерт форума, приглашенный дирижер у нас из Большого театра России Антон Гришанин, и, конечно, огромное количество солистов из разных стран вместе с нашими солистами-ведущими, солистами Большого театра такой финальный аккорд будет. Ну и хотелось бы, конечно, отметить, что в этом году очень интересный концерт «Молодые голоса» двух больших театров России и Белоруссии. В этом году никогда не было такого проекта, поэтому хотелось бы всех пригласить. На открытие, потому что форум открывает молодые голоса. Да, на самом деле очень интересная программа, и всегда включены у нас премьеры последних сезонов, и наиболее нашумевшие спектакли нашего репертуара, и, конечно, гостевые спектакли, гости, которые к нам приезжают, потому что самое главное это обмен такой энергии музыкальной, дружба между странами, между народами и театрами, потому что для этого этот форум и создан был, чтобы мы вместе все встретились, и такой праздник музыки подарили нашим зрителям. Что самое примечательное, вот музыка, искусство, музыка, оперы, балета, она всем понятна. Все, какой бы национальности ты не был, мы все приходим в театр и наслаждаемся и приходим в удовольствие от того, что мы видим на сцене. А как коронавирус повлиял на ситуацию, поставил на паузу многие встречи, в 2020 году по-моему не было у нас форума, по-новому, так сказать, мы взялись уже за связи, за контакты, за гастроли, за встречи, насколько важно для музыкантов все-таки быть на сцене, видеть зрителя, участвовать, привлекать опять же солистов, работать в такой тандеме. Если речь идет о нашем театре, Азербайджанский государственный театр в Жене закрылся в марте 2020 года, это было очень непростое время, я помню даже последний спектакль, у нас был северский телевник, и очень достаточно был успешный спектакль, у нас были какие-то планы уже строили, думали, что мы могли бы показать в конце сезона, и в начале следующего сезона, но так получилось, что театр закрылся, и по сравнению с другими театрами, мы были закрыты где-то полтора года, и мы открылись в сентябре 2021, но успели, сразу же мы дали такой темп, что надо навештать, это упущенное, мы выпустили несколько спектаклей, кстати, мы планируем и Турандот тоже в Баку поставить, есть у нас в планах это, есть планы другие, какие-то названия интересные, мы впервые поставили, за всю историю Азербайджанского театра оперы, мы впервые поставили барочную оперу, у нас проходил международный фестиваль барочной музыки, и мы решили все-таки сделать что-то такое, такое историческое, и все-таки рискнули, поставили Орфея Вреди Куглюка, вот эту австрийскую версию, самую первую, вот, он имел очень большой успех, и сейчас в репертуаре, вот, ну, жизнь продолжать, естественно, когда все было закрыто, я помню, что, ну, как-то вот в России были какие-то театры, которые еще продолжали работать, например, Мариинский театр, я помню, Валерий Писалыч тогда предложил мне поставить балет азербайджанского композиторов Кета Амирова «Тысяча и одну ночь» в Мариинском театре, я мечтаю, что когда-нибудь мы привезем этот спектакль сюда, но в свое время, я помню, что в Минске мы ставили вот и «Любовь и смерть» по Ладо Блюблюглой, в репертуаре были «Семь красавиц» Кара Караева, вот, так что жизнь продолжается, мы должны работать, мы должны дружить, сотрудничать, так что я думаю, что никакой вирус не помешает нам, и надо почаще встречаться, делать такие совместные спектакли. Скажите, вот на разных мировых площадках работали вы, главные дирижеры, да, солисты блистали, выступали, а белорусская публика, как вам, как вы воспринимаете зрителя нашего? Я как воспринимаю? Ну, для меня это большой экзамен всегда. Вы знаете, я же не сразу пришел в Большой театр, у меня, я вам хочу сказать, что у меня была возможность ставить балет вот тоже в Кето-Амирово «Тысяча одной ночи» в другом театре, музыкальном театре, я уже тогда понял, что публика очень такая восприимчивая, мы записали тогда, но всегда мне очень хотелось Большой театр, я ходил на спектакли, я смотрел тогда, кстати, «Турандот», но там финал был другой, там «Смерть Лео», и все, на этом все заканчивалось, а сейчас уже открыли все это, и идет последняя сцена в редакции Франка Альфана, вот, мне всегда хотелось Большой театр, я обратил внимание, что всегда все спектакли имеют огромный спрос, люди ходят и с таким вниманием, и они разбираются, они понимают, о чем, иногда бывает, публика просто ходит для того, ну, это престижно, ходит в театр на травиату, на регалет, на богему, красиво оделись, пошли пышно, ну, есть такие города в Европе, там это, это как бы... Минск среди них, у нас есть, это культура... Я не знаю, но в Минске все-таки особое отношение, мне кажется, все-таки оперным и балетным искусствам, например, вот даже я сегодня говорил художественным руководителям Большого театра Белоруссии, значит, Валентин Николаевич мне говорит, что, слушай, вот мы должны планировать какие-то гластроли, там, и мы, когда начали изучать наши пертарм, будьте осторожны, наша публика разбирается, так что мы сейчас думаем, планируем, что мы могли бы сделать, естественные гастроли и совместно все это, но мы всегда знаем, что белорусская публика всегда очень чутко воспринимает то, что им показывают, поэтому мы всегда предельно стараемся делать это, ну, в принципе, это всегда так для нас, мы все профессиональные люди, мы всегда готовимся, но иногда бывает такое, что времени мало, ты думаешь, ну, ладно, давайте рисуем, а здесь в Беларуси это нельзя так делать. Нам очень интересно с профессионалами пообщаться и раскрыть их как личности, как людей, потому что зрители и слушатели наши тоже хотят узнать побольше о наших музыкантах, о солистах, о наших дирижерах, о наших гостях, приглашенных, потому что вы личности, вас знает мир искусства, ну, хотим немного о вас подробнее расспросить. Мы слышим музыку, мы видим какие-то действия в театре, но, конечно, хочется немножечко узнать, как говорят в народе, чем дышит человек и специалисты. Я хочу вот сейчас рассказать, совсем недавно была на князе Игоре с нашей замечательной Анастасией Москвиной, конечно, мало того, что я получила огромное удовольствие, но плюс еще, вот вы правы, я в подтверждении ваших слов, что музыка, те люди, которые приходят в театр, мы избирательны, потому что сидели со мной рядышком девчонки, которые учатся в нашей академии, и когда они перешептывались и что-то там профессиональное обсуждали, я поинтересовалась, откуда вы, на что вот они рассказали, и я говорю, вы вам пригласительные, вы получили их бесплатно? Нет, говорит, мы все покупаем, и нам это все интересно, и это вот такой неподдельный интерес. Конечно, мне хотелось бы еще Ивана Генгазова, который затронуть. Иван, скажите, пожалуйста, то, что вы бывали в Беларуси, знакомы с Беларусью, это однозначно. Я был когда-то в раннем детстве, а первый раз в сознательном возрасте я побывал в прошлом году. Ну и как вам? Как вас занесло в Сибирь, в Минском международном рождественском форме. Ну вот бабушка моя, которая как раз здесь родилась, Борисов, деревня Неманица, они там жили. Это Минс, Минщина. Да. Она поехала работать, она, это же аграрный такой, аграрная местность, я сегодня про это прочитал, и вот она поехала учиться на ученого-агронома, сначала на Украину, потом поехала работать в Якутию, и потом она прибралась в Барнаул, Алтайский край, а потом уже Новосибирск, ну то есть Сибирь. И вот так она там и осталась, там тоже закончила сельскохозяйственные институты, как ученый-агроном, работала, ну вот, и собственно, у нас в городе был замечательный оперный театр, в который я ходил студентам, школьникам, у нас учительница, преподаватель по музыкальной литературе нас водила, и вот первый мой спектакль это был Борис Годунов, а в театре работали такие певцы, что просто дух захватывало, постановка была богатейшая, настоящая постановка Иркина Габитова, режиссера Мариинского театра, он ставил в 91-м, по-моему, году, и вот она шла до середины там 2000-х, наверное, там 10-й год, может, еще шла, но это, конечно, было что-то помпезное и впечатляющее, и я очень захотел ходить, я ходил каждый день на оперные спектакли, мне было очень это интересно, такие полотна, как Князь Игорь, тоже, тоже была постановка просто вблизи, я сейчас тоже пою в таких постановках классических, там, в декорациях Коровина, да, вблизи это тряпки, ну, все уже такое обетшалое, а издалека это какая-то сказка, люди, да, масштаб, все это, да, по-настоящему. Хорошо, хорошо, что, ну, парень все-таки с белорусскими корнями имеет также отношение вот к этому искусству, и вот смотрите, год исторической памяти сегодня в Беларуси, неспроста мы сегодня вспоминаем, где-то мы воссоздаем великое, да, сегодня на сцене, по-новому на него смотрим, вот с белорусскими корнями люди возвращаются, ведь тоже, кто знает, как получилось так, что именно вы задействованы в этом форуме, и очень много перекликается сегодня вот таких исторических аспектов, а для вас вот, насколько это понятие сегодня историческая память, это просто мнение со стороны, да, в России, Азербайджане, вот, Беларуси, мы же наблюдаем, как в Европе сегодня память стирают, вот, стараются от нее избавиться, а искусство поможет ли нам сохранить, чтобы спустя много лет, вот, и будущее покорение могло классику великое услышать, оценить? Конечно. Я думаю, нам удастся. Однозначно. Вот, особенно, что касается, ну, вот, я сейчас скажу про белорусскую конкретно, культуру и искусство, вот, недавно мы ездили в Большой театр России с замечательной нашей постановкой «Дикая охота короля Астаха», которую поставила наш главный режиссер Анна Моторная, и она имела потрясающий успех, мы были там два дня, вот, и все услышали наше белорусское слово, все увидели красоту этих декораций, увидели эту историю, страшную достаточно, вот, во всех красках, причем, сцена Большого театра, ну, вот, она точно такая же, как сцена нашего Большого театра в Беларуси, и, конечно, вот эта масштабность, эта грандиозность, и белорусское слово, я думаю, надолго запомнится зрителям России, вот, а что касается, в принципе, как бы, вот, ну, меня, как артиста, да, у меня есть проект, который будет идти в рамках, в неделю форумную, то есть, 18 декабря, когда будет шелковая лестница, параллельно в камерном зале у меня будет концерт, который называется «Белорусские премьеры», вот, это проект в рамках гранта президента республики Беларусь, и там будут исполнены произведения на белорусском и на русском языке, но наших современных замечательных композиторов, вот, поэтому для тех, кто хочет услышать, прикоснуться, да, как бы, к новому чему-то, к красивой музыке белорусских композиторов, к красивому белорусскому слову, я всех зову, обязательно это люди должны услышать, потому что это очень красивая музыка, вот, мне, кстати, в моих этих концертах помогала замечательная Анастасия Москвина, ей за это очень большое спасибо, потому что ее красивый голос, конечно же, трогает за душу любого зрителя, и эта музыка начинает звучать еще красивее. Мы скажем, что и на Белорусском радио мы будем записывать программу, Дмитрий, ну вот, Скромничий, это ведь объездил там много регионов, регионов белорусских, с этой программой, и выступал в таких знаковых местах, и Косово, не свеж, ну, исторических местах, а публика местная, как реагирует вот на наших композиторов? Если честно, вот первый концерт, который у нас был, это, я уже даже не помню, их было на самом деле очень много, я могу сказать, Лидский замок, да, или Лидский замок, или Новогрудок, да, вот что-то такое, когда мы увидели зал, когда мы увидели людей, которые сидят в зале, люди, там просто есть такие произведения, с таким текстом, настолько мелодичные, настолько красивые, что вот, ну, абсолютно простые слушатели, которые пришли, может быть, даже абсолютно не, как сказать, не искушенные, да, которые просто впервые, возможно, пришли на концерт такого образца, вот, это услышав, они подходили и очень благодарили, и некоторые даже плакали, потому что там действительно есть такие глубокие произведения, совершенно интересные, современной интерпретации, да, то есть музыка, которая уже для более подготовленного слушателя, но в основном мы выбрали такие очень интересные, на наш взгляд, произведения, играет мне замечательный концертмейстер Юрия Щербакова, вот, и еще в моем концерте принимают участие, конечно же, наши солисты Большого театра, это Андрей Селютин, Мария Галкина, Анастасия Москвина и Ольга Малиновская, вот, поэтому у каждого из нас, конечно, есть уже свой какой-то определенный круг, почитателей, можно обозвать это так, и мы очень рады видеть их на каждом концерте. Конечно же, очень приятно видеть композиторов, которые написали эти произведения на наших концертах. Белорусские премьеры 17 декабря в рамках нашего рождественского форума. Вопрос вот к нашим гостям, мне такой родился, глядя на нашу афишу форума, ведь для разной аудитории, на разные вкусы есть постановки, каждый приходит за своим, ведь театр, найти ответы, может, на какие-то вопросы, что волнует, а в мире непростом очень многое волнует. А чем это искусство, как вы думаете, помогает современному зрителю? Помогает ли находить общий язык? Очень важно. Хотя, вы знаете, я вот вспоминаю, пока, возможно, вы думаете, давить ответом на вопрос, я очень много раз была в Баку, не только в Баку, в Азербайджане, и что могу отметить для себя, ведь там очень престижным считается музыкальное образование. В каждом доме есть пианино. В каждом доме есть пианино. Моя подруга, азербайджанка, которая переехала сюда, её мама, кстати, в своё время работала директором музыкальной школы, и это тоже, она мне рассказывала, вместе с ней мы путешествовали по Азербайджану несколько, много раз, я бы, кстати, была, и вот она мне рассказывала, что это очень престижно, и человек с хорошей семьи должен, можно сказать, я хочу употребить этот глагол, иметь музыкальное образование, поэтому... Ну, это как в царское время, когда все имели определённые знания, нужно было знать французский, надо иметь определённые традиции, вот у нас были свои традиции всегда, но что-то утеряно, конечно, но вот мы всё-таки смогли сохранить то ценное, что было раньше, вот, как я уже отметил, в каждом доме пианино, кто-то играл на пианино, кто-то играл на скрипке, у нас есть ещё народные инструменты, например, мой отец, он тоже музыкант, очень известный, народный артист СССР, он играет на нашем национальном инструменте, на таре, кстати, он со мной вместе выступал здесь, в Минске, кстати, мои первые гастроли состоялись в филармонии с Государственным симфоническим оркестром Беларуси, с оркестром Александра Михайловича Анисимова, это было, знаете, когда, вот вы сейчас напомнили мне, это действительно удивительно, то есть, я же вспомнил, когда я приехал впервые сюда, это был 2006 год, это было после международного конкурса дирижёров Людославского, и тогда, я помню, что филармония пригласила, и они попросили, я помню, что даже у них был такой вопрос, а вы случайно не знакомы с таристом Кулиевым? Я говорю, с каким Кулиевым? Он говорит, вот есть такой известный очень музыкант, профессор, всё-таки у вас фамилии совпадают, просто интересно, вы могли бы с ним, а как его зовут? Я говорю, тарист Кулиевым, я говорю, это мой отец. И вот, наша встреча, вот, вот удивительно, когда я тогда учился в Петербургской консерватории, я приехал и в Минске, вот удивительно, о чём я говорю, что вот играют в Баку и на национальных инструментах, и на пианино, это всё, я считаю, что музыка вообще облагораживает людей. Вот видите, разные страны, мы живём, кто-то живёт в Москве, кто-то живёт в Баку, кто-то в Минске, но когда мы встречаемся в Минске, в Баку, где познакомились? В Ташкенте. В Ташкенте. Моя мечта у меня было... Вы поняли, но смотрите, в других сферах, что наблюдаем, в бизнесе постоянная конкуренция, в политике турбулентность, а у вас нету вот как-то никаких-то конкуренных... Здоровых. Хотя, знаешь, приглашённые артисты есть же. есть изюминка какая-то, если честно, я вообще с вокалистами никогда не стараюсь, конечно же, соревноваться, это очень опасное дело, наоборот, я всегда стараюсь им создавать условия, я получаю огромное удовольствие от работы с ними. Мне кажется, здесь вообще, в Минске, и в частности, вот этот форум, он имеет особую какую-то вот такую почву удивительную, что притягивает всегда именно друзей. А у вас же ещё есть конкурс, по-моему, да, конкурс вокалистов, он же проходит в рамках форума. Удивительно, вы знаете, сколько у меня друзей, уже известные они певцы, они побеждали на этих конкурсах. Вот, например, один из моих друзей, Рамиз Усман, по-моему, который тоже приедет на заключительный концерт, но он сейчас директор оперного театра в Ташкенте. Вот, буквально месяц тому назад они приезжали к нам на гастроли в Баку, он пел у меня в Трубадур. Замечательно, он был лауреатом в Минске. Гран-при. Он получил гран-при. И после этого ему там начали его приглашать. После этого он стал народным артистом. Народным артистом, да. После нашего конкурса. Я не знаю, мне дадут народного артиста после этого форума? А мы не должны. Должны. Вас услышат. Зрители, любовь бесконечна. Зрители, это, наверное, самое главное. Вот, знаете, хотелось бы сегодня тоже затронуть вопрос. У нас в новогодние дни наша беседа, встреча проходит. Вот, ну, не хватает как-то доброты людям в последнее время. Чудо какого-то. Почему вот так происходит? И что нам надо всем сделать, и артистам в том числе, чтобы вот как-то больше положительных эмоций и больше доброты в жизни было? Ну, зрителям, конечно, нужно прийти к нам в театр, на рождественские форумы. Каждый вечер посмотреть все спектакли и концерты. Пропитаться. Пропитаться, да. Прекрасной музыкой, прекрасными голосами. Потому что, на самом деле, вот чем привлекает театр, это живой звук, живый гук, да, как по-белорусски говорят. То есть ты пришел и только сегодня, только в этот вечер ты увидишь вот этот спектакль, он никогда больше не повторится. И насколько влияние оказывает человеческий голос, прекрасный тембр, звучание оркестра и то, что картинка красивая, то, что художники создают на сцене. Вот это счастье большое. На самом деле, зритель уходит счастливым после наших спектаклей. И наполненным энергетически. Потому что это правда, вот все это вместе в коллаборации, опять же таки создает вот этот вот большой энергетический поток, который зритель себе забирает. Потому что если у артиста правильный настрой, он всегда у нас правильный. И у оркестра, и когда это все вот посылается, положительные эти заряд эмоций, вот, я думаю, потому что, конечно. И зритель уйдет наполненный, счастливый, довольный, поэтому это очень здорово. Вообще театр – это атмосфера просто. Я вот ходил, потому что вот вкус занавеса, запах вот этот, его сейчас нет в современных, конечно, театрах после реконструкции. А, допустим, вот театр Вахтангова в Москве вот это присутствует еще. Я помню, тоже в Новосибирске это было. То есть это какое-то, что-то особое. А у каждого театра своя энергетика. А вот когда главный дирижер, ну, всю глыбу, эту вот взмахом своих гениальных рук, что чувствует после вот этого обмена, который произошел энергетического со зрителем, с солистом? Я, во-первых, хотел бы вернуться к предыдущему вопросу, потому что мне показалось, что тема не раскрыта, по-моему, по поводу вообще музыкального образования и вообще влияния оперы на человека. Извините, но я вернусь. Дело в том, что вот мое мнение, вот если бы я имел такие полномочия, ну, на каком-нибудь государственном уровне, там, или на министерском, мне кажется, что, ну, обязательно нужно возвращать вот это музыкальное, вот, может быть, это не так принудительно должно быть, но как-то способствует тому, чтобы у каждого ребенка желательно была возможность занятия музыкой. Ну, как тогда? Потому что вы не поверите, насколько это важно для развития личности. Это, ну, элементарно, это просто раскрывает возможности, там, левого полушария мозга. Это абсолютно другие сферы. и это так обогащает душу и просто личность человека, что потом, когда он вырастает, даже он может не стать, естественно, профессиональным музыкантом. Но тут важно еще, конечно, это не из-под палки должно быть делаться, там, как строго, там, так, сиди, занимайся, там, три часа, пока три часа не пройдет, не пойдешь в футбол играть. Не так, конечно. Но должны быть какие-то студии. При школах обязательно не просто какой-то там хоровой класс или уроки музыки. Да, это важно. Но надо глубже еще, чтобы каждый там мог выбрать инструмент. Пусть как-то попробуют на нем играть. Но это, даже если не перерастет в профессиональное какое-то дело жизни, но это очень важно для личности человека. А потом, если мы представим, да, что сто процентов населения там страны в какой-то мере прошли это либо там такое небольшое знакомство с музыкой, но они будут уже по-другому мыслить, по-другому чувствовать. И мне кажется, что от этого только мир станет лучше и добрее, и человечнее. Поэтому, мне кажется, еще раз с того, с чего я начал, я бы вот ввел более... Хорошая идея. Хорошая идея. Это очень важно для... Но это должно пройти время. Но эта система, это важно, чтобы она существовала, чтобы постепенно это произошло. Придумать, как это будет, за счет чего. Ну, то есть, это очень интересно и очень важно. Но даже советский опыт музыкального образования не есть плохо. Здесь очень... Ну да, да. И, соответственно, потом, опять же, хотел бы сказать вот таких об опере, да, ну, это, мне кажется, лучший вообще вид искусства, потому что там есть все. Во-первых, там есть, естественно, музыка, да, потом там есть архитектура в виде декораций, там, там есть свет, там, ну, это синтетический жанр, который умещает все вообще, что только можно, поэтому лучше оперы ничего нет, на мой взгляд. Поэтому, и, естественно, это интернациональный язык, вообще музыка, и понятно всем, и исторически у нас есть такой багаж вообще опер, и композиторов прошлого, там, и современные пишут, да, можно говорить, не так часто, допустим, ставится, но, тем не менее, тот багаж, который там Чайковский, Верди там оставил, Пучини, то есть, на чем держится репертуар, либо театр, ну, Римский, Корсак, можно перечислять, этого настолько, в принципе, уже хватает человечеству, чтобы в этом почерпнуть все, что нужно, потому что в операх, как правило, поднимаются же общечеловеческие, такие глобальные проблемы, это диалектика, это добро, зло, любовь, ненависть, страсть, человеческие, то, что мы все это чувствуем, и этот катарсис, через сопереживание, вот, ну, ты выходишь, если хороший спектакль, ты выходишь потрясенный, другим, другим, тебе есть на что, о чем подумать, какие-то ассоциации у тебя рождаются, ты возьмешь что-нибудь, почитаешь еще, ну, то есть, это очень важно, и, как бы, дополняя просто, Валерий Вас, 21 век, гаджеты, технологии, да, а ведь, опера, искусство, балет, оно все остается востребованным, и, и вообще, как Борис Александрович Покровский говорил, не ручаюсь за точность цитаты, что, если бы, каждый человек, там, что-то ходил в оперу, там, хотя бы раз в неделю, вот каждый, у нас бы был другой вообще мир, знаете, другой был бы, вот каждый, каждый, вот раз в неделю, вот, вот, вот желание, все было по-другому, мы очень хотим воспользоваться возможностью, что сегодня у нас гости из России, из Азербайджана, из Белоруссии, подвести итоги вашего музыкального года, насколько он был для вас интересным, что удалось, что еще предстоит, и все-таки, что-то особенное было, пожелания такие, да, прежде всего, для самих себя. Ну, я хочу сказать, что у меня очень большая география моих поездок, и это от Владивостока до, я не знаю, ну, если по России, то вот, ну, вот, Петрозаводск, наверное, самая дальняя точка, но я хочу сказать о том, что хочется, конечно, открывать для себя еще какие-то новые города, в России, именно это у нас же есть, там, и Астрахань, и Архангельск, ну, это очень много, какие-то новые площадки, чтобы дарить людям тепло и свет, и какое-то свое искусство, и чтобы больше людей просто радовалось. Мне так очень хотелось бы расширить свою географию. Успехов. Поездок. Но год был насыщенный, плодотворный, очень, там и, ну, я же говорю, от Владивостока до, и Новгород, и Ташкент был, ну, чего только не было, и сколько еще впереди всего. Евкулиев, пожалуйста. Ну, для меня тоже этот год был достаточно успешным, потому что в этом году у меня вышел диск с очень известным оркестром «Симфония в Варсове». мы записали музыку азербайджанских композиторов, Кара Караева, Викета Амирова, Узира Гаджибекова. Потом были у меня дебюты в Берлине, в концертхаузе, у меня был очень хороший концерт в августе в рамках фестиваля Young Ever Classics. У меня были дебюты в Латвийском оперном театре, в Софийском оперном театре поставил балет в Кето Амирово. В этом году мы отмечаем столетие в Кето Амирово, по этому случаю мы поставили «Тысяча одну ночь». Мариинский театр, с которым мы очень тесно сотрудничаем, каждый год приглашают в январе. Вот сейчас мы поедем опять на гастроли. Естественно, и в Баку Азербайджанский государственный театр оперы-балета. Это коллектив, с которым я работаю, это мои друзья, моя семья, можно сказать, продолжение моей семьи, так скажем, где уже моя жена жалуется, что там больше времени проводишь, чем дома, поэтому, но у нас такая жизнь, понимаете, по-другому не получается. Вот сейчас после форума вы спрашиваете, какие планы, ну какие планы могут быть у дирижера? Конец года шелкончик, конечно. Как же без него? Да, но главное, что есть праздники, есть возможность встречаться, обмениваться планами, идеями, есть планы. Кстати, еще у меня были, я смог долететь до Канады, у меня был дебют в Канаде с оркестром мира, мы играли вот, и, кстати, мы их пригласили в Баку на фестиваль. Много чего было в этом, иногда даже я забываю, что было, и когда мне напоминают, я думаю, это было в этом году. Хорошо, что есть мы, которые напомним, но я очень рад, что перед праздником именно мы собрались здесь, встретились, замечательные друзья, ядко для себя Диму, Шабетию, которого я слушал в Самсоне, очень интересная постановка Оксаны Волковой, замечательная, тоже она была, и всегда очень приятно работать с моими коллегами по Белорусскому театру к нам приезжают и солисты Геликона опера, я надеюсь, что, Ваня, мы обязательно, мы исправим нашу ошубку, и уже в следующем году мы будем тебя принимать в Баку, в нашем севере. Я желаю всем, конечно же, счастья, главное здоровья, вам мира, благополучия, и почаще вот так встречаться, потому что музыка все-таки сближает нас. Иногда встречаешься с таким удивительным, ты даже себя не можешь представить, кого ты увидишь через неделю, да, вот приезжаешь на Турандот, а, это же Ваня Генгаза, с которым мы когда-то работали, да, замечательная Настя Москвина, новые солисты, новые имена, это для меня действительно огромный праздник, огромный, колоссальные эмоции, которые я несу в себе еще и после спектакля, я живу этим, поэтому... Ну, это очень важно для музыкантов, да. Я живу, так что я надеюсь, что мы увидимся с вами и в ближайшее время желаю вам и моим коллегам в вашем театре. Ну, мы все в Паку, мы уже поняли, соберемся и погибем. Дмитрий, для вас год какой? Я согласен абсолютно вот с каждым из ораторов, потому что, на самом деле, это большое счастье и дарить свою какую-то энергию, да, зрителю, не только нашему, но и, конечно же, другому. Ну, вот для меня, например, важно быть не только исполнительным на сцене, но я люблю и действительно просто приехать в какой-нибудь другой театр и посмотреть постановку и вот с друзьями и как бы своими коллегами с большим удовольствием, потому что я был вот в Геликонопере на нескольких постановках. Я был на Садко, был на Турандот, вот, был в Новосибирске. То есть, ну вот я, когда приезжаю, я стараюсь всегда куда-то выходить на какой-либо спектакль или хотя бы на репетицию, если получается, потому что это очень интересно посмотреть, так как мы работаем всегда на сцене, в любом случае, в качестве зрителя точно, ну, как бы очень интересно и это нужно, на самом деле, быть, потому что ты что-то для себя можешь почерпнуть. От коллег у нас есть такая фраза «подворовать», вот, для себя что-нибудь удачное, это, в принципе, неплохо, вот, а так, конечно же, каждому желаю большого счастья и почаще в оперный театр, потому что мы по вам скучаем, дорогие зрители. Спасибо большое. Вот солисты говорят, где побывали, гастролировали, да, дирижеры что поставили, вот, и это такая закономерность. Ну, всегда ставят. Валерия, продолжение. Ну, мне кажется, что у артистов, которые служат, ну, в театрах или в оркестрах, вот, ну, по крайней мере, для меня, у нас немножко, мы мыслим не календарным годом, а вот сезоном. Поэтому вот у нас примерно в сентябре это начало нового сезона, это как нового года, и там, июль, там, это конец, то есть, соответственно, вот, если говорить, ну, тем не менее, я скажу о календарном, потому что там, например, одно из таких событий очень важных для меня и для театра, и для Геликона, это была вот запись «Пиковой дамы», которую мы вместе сделали, да сделали, вот Иван Гангазов исполняет партию Германа, роль Германа в фильме, это будет фильм-опера, то есть, мы записали сначала на студии, да, звук, это была такая долгая, кропотливая работа, очень интересная, очень, ну, непривычная, потому что это не часто удается такое сделать, и тем более, что Иван Гангазов потом снимался в этом фильме, то есть, это крупные планы, это фильм будет снят в разных локациях нашего театра, там, ну, шедевр просто, ну, я говорю по съемке, я не говорю про исполнение, там, и про все, просто по качеству съемки, мы все ждем, это вот фильм, как это нужно на крупном экране смотреть, там, все сфиксы с эффектом, посмотрим, в общем, да, это очень важное событие, вот я его отмечу, Аиду мы записали, постановка Аиды, недавно, прямо вот только что записали, телеканал Культура записал этот спектакль, тоже прекрасный, это новая премьера, в конце прошлого сезона она была, а так, ну, конечно, события, ну, тоже, ну, что для дирижера, гастроли, новые знакомства, новые коллективы, новые оркестры, это очень интересно, вот для меня, например, это одно из самых, наверное, таких интересных моментов, потому что, ну, соответственно, нет ни одного похожего оркестра, потому что все люди разные, это новая энергетика, новое какое-то, новое такое коллективное осознание, то есть ты, вот это вот знакомство, это самое важное, первая репетиция, там, вторая, вот это вот первые моменты, это очень важно. Анастасия Москвина, каким был год для вас? Да, конечно, вот я слушаю своих коллег, у всех, все события связаны с театром, потому что, на самом деле, мы служим, ну, работаем, служим в театре, и наша работа, это одновременно наше хобби, это вся наша жизнь, почему мы все говорим о том, что у нас было, потому что, на самом деле, это настолько потрясающе, мы выбрали потрясающую профессию, и у нас столько всего происходит, каждый год, мы счастливы в этой профессии, и не только зритель счастлив, когда приходит к нам в театр, мы сами получаем огромное удовольствие от своей работы, и это самое главное. У нас практически отсутствует вот этот элемент выгорания, потому что мы работаем постоянно с новым материалом, с новой музыкой, мы постоянно что-то учим, мы постоянные студенты, потому что настолько богатое наследие такое музыкальное, ты до конца своей карьеры не успеешь все партии выучить и спеть, которые вообще есть в мировой оперной классике, поэтому, конечно, я хочу сказать, что большое счастье, что мы завершаем вот наш такой замечательный год форумом, и могу сказать, что после форума, по окончании нас ждет еще премьера, у нас постановка оперы детской Каи Герда Баневича, режиссер-постановщика Анны Моторная, 24-27 декабря на сцене Большого театра, у нас новая такая сказка для взрослых и для детей, к сожалению, билетов уже нет, но в январе можно еще успеть купить билеты на эту оперу, она никогда не шла на сцене Большого театра, всех приглашаем, и в следующем сезоне нас ждет постановка Сивильского цирюльника, тоже очень интересный будет проект, и если состоится с Геликоноперой совместная постановка Отелла, насколько мы сейчас ведем переговоры, такая совместная постановка и по солистам, в общем, такая будет два театра вместе. То, что касается моего года, у меня этот год был юбилейный, я отмечала юбилей и творческий, и человеческий, так скажем. Мы вас еще поздравляем от души. Спасибо большое. 20 лет в этом году, как я на сцене Большого театра, и я отмечала юбилей спектаклем «Князь Игорь», опера «Князь Игорь» в партии Ярославной. Было очень приятно, что в свой юбилей я могу выйти на сцене родного театра и принять поздравления от зрителей, от коллег, именно в качестве действующей солистки, не просто сидя там где-то в ложе и меня все поздравляют. Я еще могу выйти и спеть, и так приятно. Потрясающе спеть. Спасибо большое. Хочу сказать, что Иван Генгазов, он не рассказал, на самом деле в прошлом году пел «Самсона и Далилу» партию «Самсона», вместе с Дмитри Шабити. Первый пример, да. То есть это вот дружба с Иваном у нас в прошлом году. Я второй пел. Ты первый пример, я вторую. На самом деле вот у нас тут два потрясающих тенора драматических. Два «Самсона» в общем, да. Белоруса практически. Загадывайте желания, вы как раз посередине. Да, и чем примечательен этот форум, то, что мы все создаем праздник, но еще одновременно связи налаживаем, да, то есть мы все собрались, друг друга увидели, и дальше, дальше идет работа, и продолжается общение музыкальное, и это обогащает всех на самом деле, потому что вот вы говорили про конкуренцию. На самом деле здоровая конкуренция – это такой… Злог успеха. Да, злог успеха солистов, потому что ты сидишь, думаешь, какой я молодец, какой я гениальный. А тут приезжает, допустим, другой солист, и думаешь, да, надо расти. Но я не боюсь, или нет, это гениальный. Да, надо расти, на самом деле, да. И я хочу сказать, что, конечно, Новый год надо встречать в Большом театре Белоруссии. У нас щелкунчики, у нас новогодние концерты, у нас новогодний бал 13 января. Всех приглашаем, потому что самый лучший Новый год – это в компании в Большом театре с артистами, с музыкой, с оперой, с балетом. Приглашаем всех и желаю только здоровья нашим зрителям. Я очень рада, что все возвращаются после ковида к нам в театр, что у нас уже залы раскупаются практически на все наши мероприятия, потому что уже все, ковид забыли, и все приходите в Большой театр. Это самое главное для здоровья – это послушать хорошую музыку, на самом деле. Музыка лечит, это самое главное. Вот в завершение мы хотим все-таки 31 декабря у всех на окрытой столе. Без чего не обходится Новый год для каждого из нас. Вот каждый, да, про праздник. Да, кратенько еще, блиц такой. Дмитрий, у вас прекрасное общество. Честно, я забыл, когда я на самом деле отмечал Новый год. Ну, на самом деле артисты очень часто приходят уже к праздничному столу, когда уже пробили куранты, поэтому я, кстати, вот возможно в этом году, я очень на это надеюсь, все-таки отмечу его семьей, прям вот услышу все эти бои курантов, и вот мы вместе все просто посидим вот так дружно и своей компанией, и будет очень здорово. Болерий, для вас Новый год. Без чего? Без хорошего настроения, мне кажется, потому что нет ничего хуже встречать его в плохом настроении. И хорошей компанией, близких людей, друзей. Вот это самое важное. Иван. Ну, я Новый год, я отказываюсь от работы в Новый год. Молодец. 31 числа. Нужно встречать в добром здравии, как говорится, быть здоровыми, и чтобы все было хорошо, это самое главное, мне кажется. Хорошее настроение и здоровье. Ну, я человек семейный, все-таки, несмотря на то, что там много разъезжаем, главное у меня, конечно, этот праздник, он семейный, чтобы семья была рядом, супруга, дочка, родители всегда зовут к ним, у нас причем сначала к родителям, потом к тестью, потому что обязательно надо с ними тоже, это приятно всегда, они все ждут, и главное, что тебя всегда ждут, и много друзей, конечно. Но все-таки для меня этот праздник, он семейный, я всегда провожу как бы в окружении семьи, родных и близких, потому что всегда получаю какой-то вот особый, ну, все-таки музыканты, они достаточно такие амбициозные люди, знаете, общаешься с вокалистами, у них свои амбиции, у нас, а когда семья, приходишь, это уже не музыканты, понимаешь? Человек, 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 уже говоришь не о музыке, а говоришь о других каких-то вещах, не, ну, это, конечно, шутка, на самом деле, это здорово, что в семье тоже, если есть музыканты, это всегда действительно поддержка и радость, так что семья, семья, будем, а я надеюсь, что у меня 31-го нету спектакля, кстати, так что я думаю, что сегодня ты не споешь, но найдем другое название для тебя. Прекрасная Астасия, семья, что для вас, спектакль, Новый год? На самом деле, почти все последние годы мы играем концерт на сцене Большого театра, успеваем к 12 часам доехать, семья готовит стол, потому что мы, на самом деле, играем концерт новогодний всегда, это тоже хорошо, потому что театр, это тоже, это наша вторая семья, и у нас всегда есть Дед Мороз или Санта-Клаус на этом концерте, все друг друга поздравляют. Куранты бьют. Куранты бьют, на самом деле, это как бы несколько праздников, и домашний праздник, и на работе, то есть на сцене мы празднуем, Новый год, то есть мы празднуем и в коллективе, и дома, это хорошо, когда много праздников можно объединить в один день, и хотелось бы сказать, что самое главное, я хочу пожелать всем здоровья крепкого и артистам театра, и зрителям, чтобы мы встречались в хорошем настроении, слушали красивую музыку, чтобы вы приходили с своей семьей в наш театр, деток приводите на детские спектакли, сами приходите, и мы всегда будем рады видеть вас в нашем любимом Большом театре Беларуси. Кстати, у многих есть традиции очень хорошие, на Новый год ходить не в баню, а в театр. Я знаю очень много своих знакомых, которые ходят, кстати... А кто ходит в баню? Вокалисты ходят в баню? Нет, есть известный фильм, который... А, это да, и нет. Вот, да. А у нас очень многие ходят в театр. И спасибо большому театру за эту традицию. Спасибо, уважаемый гость.